Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы на финансовых рынках после выходных, поэтому я очень рассчитываю на то, что вы, друзья, уже оправились от новогодних праздников и с хорошим настроением полноценно вернулись на трудовые трейдерские будни с мониторингом всех макроэкономических отчетов и того фундаментального фона, который задает, в общем, тенденцию и настроение на финансовых рынках. Давайте сегодня начнем, как и всегда, с нефтянки. Котировки по Brent у нас 65 долларов за баррель. Я считаю, друзья, что если вы раньше воздерживались от торговли этим активом, может быть, вам целесообразнее будет и дальше сохранить статус-кво и посмотреть на происходящее со стороны, как говорят трейдеры, посидеть на заборе. Если все-таки руки чешутся, хочется поторговать, потому что прошлые недели и позапрошлые – это периоды значительнейшей волатильности по этому инструменту. И действительно, если бы знать, в каком направлении будет развиваться динамика, только вот за последние две недели можно было заработать очень солидные деньги, потому что даже без плеча бренд ходил на более чем 5% вверх и потом такая же коррекция. Кстати говоря, коррекция на прошлой неделе, она стала, если брать именно процентный эквивалент динамики от стоимости инструмента, самая значительная за последние месяца 4 или даже 5. Если хочется поторговать, друзья, я считаю, что есть как минимум каккосрочный потенциал того, что от этого уровня мы можем сходить повыше. Есть несколько причин, которые сигнализируют в пользу такого сценария. И самая основная из них – это, пожалуй, центральная фундаментальная тема этой недели. После того, как мы несколько убрали на второй план событий на Ближнем Востоке, хорошо, потому что очевидно, что события пошли по пути деэскалации напряженности. Иран хоть и совершил атаку на военные базы США, но Соединенные Штаты Америки предпочли не отвечать. И в ходе выступления, обращения к нации, мы помним, Трамп сделал конкретное заявление того, что он против эскалации напряженности на Ближнем Востоке. И на текущем этапе США делаются лишь в адресе Ирана новыми финансово-экономическими санкциями. Это, конечно же, друзья, снизило опасения за то, что рынок окажется в состоянии дефицита, то, что на рынке будут зафиксированы перебои поставок, потому что дальнейший рост напряженности должен будет повлиять на объемы добычи и экспорт из Ирака и Ирана, то есть со стороны одних из ведущих нефтепроизводителей Ближнего Востока и организации ОПЕК. Но сейчас эти риски уже не актуальны. Мы смещаем фокус своего внимания, как я уже отметил, друзья, на другой фон, тоже потенциально позитивный, потому что 15 января, как вы помните, подписание первой фазы торгового соглашения. Очень мало мы говорили на прошлой неделе, потому что была причина говорить о других событиях. Но сегодня, друзья, и на этой неделе, я думаю, что мы снова можем порассуждать о перспективах дальнейшего хода и переговора сделки между США и Китаем и того, что произойдет с мировой экономикой. В общем, в эту среду первая фаза будет подписана. Я думаю, что обойдется без каких-то нюансов, без каких-то снова форс-мажорных обстоятельств, из-за которых подписание встало бы на холд и снова вернуло бы на рынок прежние опасения того, что между странами по-прежнему очень сильными остаются противоречия. Я уверен, что фазу эту подпишут. Мы плавно перейдем к обсуждению фазы номер два. Но пока, собственно, разберемся, как будут обстоять дела дальше. Думаю, что рынок на вот этом локальном позитиве сможет немножко и прибавить. Что касается макроэкономических данных, по отчету Baker Hughes, который вышел в пятницу, по количеству нефтяных терминалов по платформам, их число сокращается в третью неделю подряд, с 670 до 659, значительное сокращение за неделю, друзья. То есть это тоже фонд, который мы можем использовать в качестве позитива и рассчитывать на то, что котировки смогут забраться повыше. В отношении нефянки, думаю, понятно. Давайте переходить к доллару и иене. 109.42 сейчас курс. Я считаю, что, друзья, при том факте, что мы уже отметили то, что события на Ближнем Востоке перестали эскалироваться в плане напряженности. Соответственно, мы ставим на более низкий спрос на защиту и на то, что доллар сможет в связи с этим в дуэте доллар и иены укрепить свои позиции. В принципе, американская валюта действительно растет. Снова отмечу, что еще одним фактором снижения спроса на защиту будет торговая сделка между США и Китаем, которую, как уже было отмечено, ожидаем в среду. По данным, которые вышли по американскому рынку труда в минувшую пятницу, количество новых рабочих мест 145 тысяч с 256. Вроде бы как контраст ощутимый. Но, честно говоря, друзья, на настроение особо эта статистика не повлияла. Какого-то тотального разочарования не было. Уровень безработицы остался на прежней отметке. Поэтому рынок переварил эти данные и никак не изменил свое позиционирование касательно действий Федрезерва по монетарному стимулированию. Я считаю, что мы также можем использовать это раз рынок не хочет закладываться под возможности того, что ФРС будет склонен к тому, чтобы проводить и дальше стимулирующую монетарную политику. И раз у нас нет причин сейчас все-таки держать какую-то часть своего капитала в защите, но давайте в этом дуэте инструментов сейчас положимся на улучшение рыночных настроений и на то, что пробитие важного сопротивления 110 только на одних технических факторах и на сохранение импульсного роста. Этого будет достаточно, чтобы опара доллар-иена забралась выше данной отметки. Поэтому я считаю, что в приоритете как минимум краткосрочные сейчас будут длинные позиции и ставку лучше делать на укрепление доллара. У нас есть запасной вариант в случае роста напряженности и снова возвращения всего рыночного внимания к событиям на Ближнем Востоке. У нас золото еще в длинных позициях, друзья. Здесь пока держится поддержка 1550. Я советую особо не переживать. Вот если, собственно, золото закрепится ниже этого уровня, тогда, наверное, из длинных позиций нужно будет выйти. А пока что сохраняем приоритете длинные позиции. И если, скажем, форс-мажор все-таки не удастся миновать, тогда золото у нас будет тем активом, который вытащит прочие позиции, потому что золото, конечно же, укрепится на фоне роста напряженности. Евро против доллара. Повторюсь, друзья, что очень много мы говорили про ситуацию в промышленности. Еврозона на прошлой неделе. Можете пересмотреть прошлые брифинги. Там было детально по состоянию автомобильного сектора Германии. И мы спрогнозировали, как это может повлиять на темпы экономического роста еврозоны. Бундесбанк, кстати говоря, считает, что в 2020 году ВВП еврозона может составить и 1,1%. Ну, очень наивные ожидания. Я считаю, что это слишком уж много. Хотя тот же самый Бундесбанк еще полгода назад верил в 2% в 2020 году. Вот видите, как сильно меняются ожидания. Автомобильный сектор будет и дальше топить промышленность Германии. Промышленность Германии затянет вниз промышленность всей еврозоны. Это отразится на показателе инфляции. И вынудит Европейский Центральный Банк, и в данном случае Кристин Лагард, все-таки действовать, наверное, в более проактивном ключе, чем действовал на закате своей председательской карьеры Марио Драги. Поэтому по евро-доллару ожидание, друзья, снижения ниже отметки 1.10. Присоединяйтесь к этой позиции. Фунт против доллара 1.3026. Британская валюта снижается на фоне сигналов Банка Англии о снижении процентной ставки, о том, что политика будет стимулирующей, вынуждена. Следим за статистикой. Сегодня у нас данные по промышленному производству в 12.30 по московскому времени темпом экономического роста. Действительно, если статистика будет разочаровать, то, возможно, нам нужно будет пересмотреть свои ожидания по фунту. Я пока что ориентируюсь на то, что выдержит поддержка 1.30. Если она пойдет, тогда будем уже говорить по факту и смотреть, что с фунтом будет дальше. Ну, лично я пока держу длинные позиции. И еще две сделки, друзья, на эту неделю по доллару канадцу. Сейчас котировки 1.30.45. Я предлагаю sell limit с уровня 1.30.50. В пятницу вышли данные по канадскому рынку труда. Статистика хорошая. Поэтому на фоне того, что раньше было сказано, на фоне того, что котировки остаются на высоких ценовых позициях котировки нефти, считают, что вероятность снижения ставки банком Канады, она сейчас значительно снизилась. Поэтому есть возможность поработать с короткими позициями в расчете на то, что пара доллар-канадец снизится к уровню 1.28. И по австралийцу 0.69.17. Друзья, торопитесь присоединяться к долгосрочной сделке по снижению этого инструмента. Австралийца. Вы все прекрасно знаете, что сейчас происходит в Австралии с точки зрения пожаров и последствий этих пожаров. О темпах экономического роста и о том, как они просядут, мы уже говорили. Ждем февраль, первую декаду решения Резервного банка Австралии по снижению процентной ставки. Это неминуемо потопит австралийцы. И сейчас вообще можно замахиваться уже на уровне цели 0.65. Не забывайте также, что у коротких позиций пара австралийца против доллара положительные свопы. Поэтому переживать не стоит. Друзья, продавайте. Я думаю, что эта сделка будет одной из самых интересных на первое полугодие 2020 года. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.